Мир вам, друзья, братья и сестры, друзья, все, кто сегодня находится вместе с нами, или здесь, или за тысячи километров, разницы нет. Все равно мир вам, этот мир, преодолевая все преграды, он достигает сердец, которые открыты для этого мира. Слава Богу! Когда-то Давид сказал такие слова, и я хотел бы вместе с вами вспомнить эти слова. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Помоги мне, Господи, хвали Тебя во всякое время. Во время радости, во время тяжелой. Мы знаем, что эти слова были написаны после чудесного избавления Господнего Давиду. Я хотел бы сегодня вместе с вами обратиться к Священным Писаниям. И у меня такое желание помолиться вместе с вами о народе еврейском, о первенце Божьем, о народе Израиля. Как бы вот еще свежи вспоминания эти четыре дня общения с нашим братом Михаилом Цином, который приезжал, и хотелось бы, чтобы мы могли практически дальше двигаться. В воскресенье есть молитва об Израиле. Давайте мы в этих служениях помолимся о народе Божьем, и это будет нам благословение. Да благословить нас всех, Господь! Я читаю с 84-го псалма несколько стихов. 84-й псалом со 2-го стиха. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Божие спасение нашего, и прекрати негидование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим. «Но да не впадут они снова в безрассудство». Вот такая горячая еврейская молитва к Господу. Евреи могут радоваться, но они, если приходит скорбь, то они и скорбят. И мы читаем в Писаниях, мы видим, как это все было. Посыпалась голова пеплом, разрывалась одежда, и были скорбные дни. В этих словах этого псалма я хотел бы обратить внимание на то, что мне. Он на то, что вот открыл глаза, читал этот псалм, вот мне открылся вот этот стишок, седьмой стишок. «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?» И как бы хотелось крикнуть сынам Кореевым, «Оживит! Обязательно оживит! Дети его! Он вас оживит!» Книга пророка Езекииля, 37-я глава, там явно сказано, я просто зачитаю один стишок, пару стишков из этой книги. Эта книга, мы немножко читали, когда были вот эти служения, и с 37-й главы книги пророка Езекииля, так сказано, 10-й и 14-й стих. «Я изрек пророчество, как Он повелел Мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и встали на ноги свои весьма великое полчища». И 14-й стих. Господь говорит, «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал», говорит Господь. «Неужели не оживишь нас? Оживлю! Слава Ему!» Помните, когда прокаженный пришел к Господу, «Господи, если хочешь, очисти меня». Он говорит, «Хочу очистись». Он прикоснулся к нему. Господь хочет, Он это может, и Он этого хочет. И Господь любит свой народ. Я отрывок так смотрел из книги одного служителя Божьего, и он так интересные моменты описывал. Я просто выдержку некоторые предложения для себя и хотел бы с вами поделиться. Когда его спрашивают, он говорит, когда меня спрашивают, почему ты так заинтересован в Израиле, в еврейском народе, почему ты столько говоришь об этом? Может, у тебя-то хобби? Братья и сестры его спрашивали. Может, у тебя-то хобби, так знаете, кто-то марки коллекционирует, а кто-то, а у тебя вот Израиль хобби. Или там что-то еще такого, что-то особенного есть, что ты так сильно к народу Израиля, почему ты так вот именно? А я всегда отвечаю, он говорит, вот интересное. Я надеюсь, что чувства, которые я испытываю к Израилю, похожи на то, что Бог чувствует по отношению к Израилю. И мы читаем в Писаниях и видим эти чувства. Бог любит Израиль, и Иисус любит Израиль. То есть Бог-Отец любит Израиль, и Иисус любит Израиль. Так говорит Библия. «Поскольку я люблю Иисуса и знаю, что Он меня любит, я не могу не любить народ, который любит Он». Такие простые слова, которые говорит этот брат. И как бы хотелось, чтобы Господь благословил всех нас, чтобы в нашем сердце всегда было. Ну, помните, как брат Михаил говорил, так и есть. Так Господь благословил в моей жизни, дал мне 10 лет иметь возможность иметь служение в еврейской миссии, в Бельцах, в Молдавии, иметь 10 лет общения с народом еврейским, которые не знают Господа, ну, как он имеет суда, не знают Иисуса. Они разные совсем. И как хорошо говорил брат Михаил, что это не значит, если мы за них молимся, и многое можем сделать для них, и мы приедем в Израиль, и они сразу нас это встретят, так, с любовью и так далее. Но Иисус любил свой народ. Хотя многие не ответили на его любовь, но его любовь не изменилась к ним. Слава Господу нашему. Иисус любит и нас. И как часто бывает мы, как дети, которые непослушные, поступаем, грубирующиеся себе, что он отверг меня, он не отвергает. Он говорит мне, иногда он говорит очень сурово, он говорит словами, он иногда говорит делами. И как этот брат отметил, это в Голландии есть такая поговорка, ну, интересная очень голландская пословица. Если они не в состоянии услышать, они должны прочувствовать. Хорошая поговорка. Если они не слышат, они должны почувствовать. И в нашей жизни так не происходило, когда родители нам говорили, говорили. А когда прочувствовал, тогда уже тебе слово, оно начало действовать, это слово. Так Господь в отношении народа Израиля, как Отец, Он очень любит свой народ. И мы знаем, мы читаем, что вот они отпадали и так далее. Мы много читаем. Многие иногда, может быть, создаются такое впечатление. Боже, ты для них все сделал. Они вот такие, вот такие. Они так отвергают тебя и так далее. Какое-то, может быть, даже негодование. Вот они сегодня Иисуса не принимают и так далее. Но Он любит своих детей. И Он с ними работает. Он имеет отношение с ними. Он говорит им словом. Он говорит и делом. И мы знаем, что больше всех пострадал. Во всякое время еврейский народ понес очень много. И Господь заботится о них. И Он воспитывает их исключительно потому, что Он любит их. Так и наши родители. И мы, в свою очередь, как родители. Когда наказываешь, что не любишь, любишь, конечно. Но это исключительная забота о сыне своем. Ибо если не будешь обращать внимание словом, а потом делом, то он пойдет далеко-далеко. Слава Господу за то, что Бог вложил в нас такую вот любовь. Любовь матери к ребенку. Любовь отца к ребенку. Любовь детей к нам. Это такое, что невозможно объяснить словами. А Божья любовь, это чем более. Слава Ему за это. Слава Господу. Верный Господь. И когда Господь говорит своему народу, народу Израиля, если вы помните, вы, конечно же, помните, просто отрывочек, я, может быть, не все помнят, где-то написано. Господь говорит через пророка Осии, 11 глава, книга пророка Осии, 8 стиха. Книга пророка Осии, 11 глава, 8 стиха. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что сива ему? Повернулось во мне сердце мое. Возгорелась вся жалость моя. Я не сделаю по ярости гнева моего. Не истреблю Ефрема. Ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, Святой, я не войду в город. Слава Господу. Потому что он Господь. Если был, он обратил внимание, я не человек. По-человечески люди бы давно уже сказали, решили этот вопрос. И люди пытались решить еврейский вопрос. Гитлер и был такой Аман, помните, да? Кстати, если вы знаете, когда слово Аман произносится в синагоге, в эти праздники, праздник Пурим, очень сильно шумно в синагоге становится. Они заглушают это слово, Аман, это имя Аман. Там топотом еще чем-то, криком, там такие трещотки есть. Потому что очень воспоминания об этом очень печальные. Вы все же знаете эту историю. То есть то, что хотел сделать Аман, он хотел нарушить план Божий, он хотел уничтожить народ Израиля. То, что хотел сделать Гитлер и другие, которые сегодня, которые есть, которые очень хотят решить этот вопрос. Но так не получится. Наш Господь, Он не человек. Слава Ему за это. И Израиль говорит так сегодня. Ам, Исраиль, хай, от Авину, хай. Израиль сегодня жив, потому что Отец Израиля жив. Слава Господу. Пусть Бог благословит всех нас, братья и сестры, всем сердцем. Знаете, мне нелегко было. Вначале, когда Господь призвал к этому служению, я хотел все бросить, я хотел уйти просто. Я с братьями беседовал, брат Игорь Ботнель, который был здесь, я с ним общался. Братья, очень тяжело. Но знаете, за это время прошло, она настолько так близко стала. Потому что это любовь Божия к своему народу. Это Его народ. И поэтому пусть Бог благословит всех нас. Я понимаю, может быть, кому-то сегодня трудно слышать. По-человечески это, конечно, очень сложно. Я тоже так понимаю вас. Но Господь делает свою работу в наших сердцах. И это благословение для нас. Хвала Ему за это. Еще один отрывок из книги пророка Осии, тоже 14 глава. Господь говорит народу Израиля. Не только Осия. Во многих местах священных писаний, у нас нет времени, мы будем лучше молиться больше. В книге пророка Иоиля Господь не то что советует, Он говорит, Он учит свой народ. Вы отпали, но вы обратитесь ко Мне. Вот Бог показывал им путь. Вот так сделайте, так вам будет благословение. Если вы помните, в книге пророка Иоиля Господь говорит, вот надвигается беда. Вторая глава. Надвигается беда. Но и ныне Бог говорит. Уже все, они как бы, беда надвигается. Уже как бы гроза, все, уже никто не может сдержать. Там описано об этих воинствах. Они очень сильные, они скачут. Они очень, как бы, никто их не остановит. Но и ныне Господь говорит. Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Вот мы читали в 84-м Псалме этот плач, это рыдание народа еврейского народа. Ну, не всех, конечно же, но вот тех, которые написали Кореевы, да, сыны Кореевы. Ну, среди них были еще очень многие, как сегодня есть многие евреи, которые искренне плачут пред Богом, искренне ищут Господа, искренне молятся пред Господом, хотя они еще не приняли Иисуса, еще не узнали Его, еще пелена лежит. Но написано, когда они обратятся к Господу, да, тогда эта пелена снимется. Поэтому слава Господу за это. И для них не все потеряно. Отец их, их отец, их Авину, он обязательно ответит. Слава Господу нашему. И Господь говорит, раздирайте ваши сердца, а не одежды. Бог конкретно обратил внимание, что им надо делать. Не только одежды разрывать, но туда, внутри. Когда вы это сделаете, написано, и тогда, в 18 стихе, возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Слава Господу. Уже беда, уже наказание идет, уже действие идет. Слова были сказаны через пророков, не послушались, уже действие идет. Но Господь говорит, ныне, если вы это сделаете, я вам показываю, как это надо сделать. Если вы это сделаете, вам будет благословение. Слава Иисусу, нашему Господу. Слава Богу, который заботится о нас, о еврейском народе. И пусть Господь благословит нас всех. И этот же брат говорит, что он однажды беседовал с одним старцем. И тот старец ему сказал такие слова, которые меня тоже затронули. Этот пожилой брат сказал, знаешь ли, есть христиане, которые любят мертвых евреев. Он сразу такой не понял, как мертвых евреев? Что это значит? Что ты имеешь в виду? Тогда он объяснил, да, они любят евреев прошлого. Моисея, Иисуса Навина, Исайю, Иереми, Давида, Павла, Петра, Иоанна и многих других. Евреев, о которых написано в Библии. Эти, они давно умерли. Есть также христиане, которые любят еще не родившихся евреев. Поколение евреев, которые будут жить в пророческом будущем. Когда Израиль станет центром земли. А Иерусалим городом, из которого будет проистекать мир и наполнять всю землю. И этот человек закончился страстью в голосе. Но кто же сегодня на стороне евреев? Вот сегодня, в данный момент, вот какие они сейчас? Те в прошлом, эти в будущем. И те, и те, да, их как бы любить, потому что они с Господом. А вот эти, которые сегодня. И он говорит, кто встанет на их сторону и поддержит их в битве, когда весь мир ополчился против них? Кто будет говорить в церквях, призывая покаяться в ужасном прошлом? Кто будет пересчитывать Писание, стараясь выяснить, какова же на самом деле взаимосвязь Израиля и церкви? А как же еврейские корни церкви? Как насчет нашего пророческого будущего вместе? Вы знаете, действительно, и этот брат говорит, это для меня очень было затронуто. Конечно, нелегко, нелегко, когда, может, тебе отвечают. Ты пытаешься все сделать, сколько возможно. А тебе отвечают, может быть, не так. Но это не так безнадежно. И мы читаем Писание. Господь вступится. Господь вступится. Господь благословит свой народ. Господь откроет им глаза. И я хотел бы вспомнить такой отрывочек из книги, которую я читал. Это было описано. Описан вот этот исход евреев из Советского... Уже Советский Союз шел к своему окончанию. Окончанию уже он был разрушен. И как вывозили евреев на пароходах, может быть, вы читали, как делали это братья и сестры наши, христиане. И помогали евреям. Значит, там было запрещено проповедовать им об Иисусе. То есть на этих пароходах, когда они плыли четыре эти дня, сколько там они плыли с Одессы до Хайфа, кажется, или в каком городе они там приплывали, неважно. Запрещено было проповедовать. И там проходили вот эти религиозные, значит, люди, которые следили за этим. Но что они делали? Раз нельзя говорить словами, как можно говорить еще? Конечно же, делами. А иногда дела больше говорят, нежели наши слова. А есть такие слова, что это уже дела. Помните, как брат Михаил, сын, когда он проповедовал, он приводил из еврейского, то есть это слово, оно дело, оно дело. Обязательно дело. И они проявляли эту любовь, но не просто говорили о любви на словах, а делали на деле, все, что можно. А там были, конечно же, старые люди, были, которые больные, были, которые нуждались в помощи. И они делали все, что возможно в их силах. И когда они приезжали в Израиль, или когда они там поднимались на корабль, говорили, мы знали, что у нас есть враги, но мы не знали, что у нас есть друзья. Братья и сестры, без слов были приобретаемы. Конечно, не сразу они покаялись, не сразу они приняли Иисуса. Это долгий путь еврейского сердца. Но это уже, это хорошее такое благословение. Если, я не знаю, если брат Михаил свидетельствовал о своем покаянии, он также увидел жизнь людей верующих, христиан, и он также обратился, он захотел также жить. Слава Господу! Пусть Бог благословит всех нас. В первую очередь, чтобы мы вам жить правильно, и молиться вам на роде еврейском. Они обязательно это увидят и ответят на это, на Божий призыв. Давайте мы склонимся и помолимся. Аминь.